Вы про это тоже пишете, что люди, которые работали в КГБ, должны были успокаивать ситуацию. Они ездили, вы условно его имя Хэль как-то обозначаете. Он и другие ездили на инструктаж Калиеву в Москву. Из числа сотрудников? Сейчас я зачитаю, вот вы в своей книге посмотрите. Выяснилось, что Хэль не только пытается удержать Фанахова от экстремизма, но еще больше его к этому подталкивает. Не знал Хэль, что на самом деле ежедневный настоящий инструктаж Фанахов, этот не имеет права, получает сразу же после встречи с ним на другой встрече с одним из родственников Гейдара Лива. И эти встречи проходят на последних этажах гостиницы Азербайджан и фиксируются. Не знал я о том, что весной 89-го года Алиева Бульфаас, будущий президент Эйтыбар Мамедов и Нейбар Панахов приезжали на инструктивную беседу в Москву к самому Гейдару Алиеву. Тем не менее, при проверке Экс стало известно, что эту самодействие он изложил свое понимание патриотического долга. То есть лидеры народных, то есть они ездили в Москву встречаться с Гейдаром Алиевым, в бывшем члене политолога. Да, легендировалось это все так, якобы они едут просто выразить свое доброе слово в связи с тем, что Гейдар Алиевич поправился после инфаркта. Ну вы же понимаете, логики тут нету, да? По логике вещей-то Эйтыбей, который сидел в тюрьме там несколько лет именно по указанию Гейдара Алиевича, понимаете? И вдруг едет выражать там ему здоровье. Я лично полагаю, что это все была поездка и косвенные вещи подтверждали это. Рядом никто не фиксировал. Беседу, может быть, Москва записывала, мы не знаем. Может быть, у них были технические возможности там записывать это все. Я думаю, что это была инструктивная беседа, да. Кстати, к этой поездке всех их сагитировал Неймед Панахов. Что касается бесед Панахова с нашим сотрудником. Это был один из начальников отделения пятого отдела, которому руководство поручило вести такую легендированную встречу с Неймедом Панаховым. Но только с ним встречи были или с другими были? Были какие-то отдельные встречи и с нынешним руководителем Мусавата. Сотрудники ходили, встречались. Были какие-то встречи с... Лидером Расуловской партии. Были какие-то встречи еще с рядом лиц. Но это просто можно сейчас. Но это все... Вы знаете, этих встреч было много на самом деле. И просто когда пошел этот человек на встречу, значит, сотрудники с помощью дистанционной системы прослушивания услышали их разговор, записали и выяснили, что он инструктирует совсем не так, как он должен был инструктировать по заданию руководства. Но его потом отправили на работу в Белоруссию, чтобы здесь не держать, не наказывали ничего, отправили на работу в Белоруссию. А потом после прихода Народного фронта он вернулся в Азербайджан и его назначили, по-моему, на преподавательскую деятельность в Академии.